добрый день подписчики и гости моего канала за окном осень и настало время для посева такого замечательного цветка как устума второе его название лизиантус хочу представить небольшой ассортимент тех видов и расцветок которые я нашла у нас магазине существуют низкорослые среднерослые и высокорослые сорта этого цветка низкорослые сорта прекрасно подходят для выращивания дома как горшечную культуру высотой 15 сантиметров также среднерослые сорта высотой до 50 сантиметров и высокорослые 70 сантиметров и более доме отливое растение но вся сложность заключается в том чтобы дождаться всходов и роста молодых растений она достаточно такое растение ту году всходы появляются в некоторых источниках написано 10-12 дней но как показывает практика котенок залез как показывает практика моя личная что всходы появляются примерно через три недели от всходов до цветения может пройти от 6 до 8 месяцев этот цветочек для меня новенький и первый раз посадила я его в том году и мне удалось вырастить прекрасную рассаду но холодное дождливое лето не позволило мне вырастить полноценных шикарных растений сейчас я вам представлю пару цветов которые я забрала с огорода покажу и расскажу немножко о нем забирала я ее с бутончиками и вот с того момента прошло более трех недель и вот она расцвела и даже уже успевает вот так вот отцветать с устом и можно получить прекрасные семена если же конечно ее опыляют насекомые но также и дома можно ее опылить самим ватной палочкой допустим или перышком и получить коробочки с семенами считается что свои семена полученные от своего растения обладают гораздо больше всхожестью но хотя и вот на магазинные я не могу пожаловаться схожесть была довольно таки хорошая это вот не махровый такой сорт ну тоже очень красивый серединка такая зеленоватенькая был насыщенно желтый цвет листва у нее очень красивая такая как голубая дымка но конечно же вот у меня не в лучшем виде это растение потому что сырость и его поразили всякие разные пятнистости но когда цветет я срежу стрелочку и снизу или вот из боковых пазушек пойдут новые молодые росты на которых также образуются цветы вот махровый вид очень красивый цветок напоминает и розу и пион и одновременно есть сорта которые напоминают тюльпаны на одном соцветии бывает от 20 до 30 цветов и даже более как пишется в некоторых источниках очень красивые цветы вот посмотрите из пазушек у нас уже проклюнулись молодые побеги и вот здесь вот у основания корня значит пошла расти молодая розетка множество побегов если отрезать вот так вот ее то все они прекрасно разовьются и будет шикарный пышный кустик устома родом из южной америки и существует такая трагическая легенда об этом цветке у вождя племени индейцев была очень красивая дочка молодая и юная и полюбил ее дух войны но дочка не ответила ему взаимностью и тогда это божество погубило ее на следующий день после того как тело было погребено люди пришли на могилку погибшей девушки и увидели там множество расцветших цветов лизиантуса с тех пор это растение принято считать символом чистоты и невинности сейчас очень популярные букеты этих цветов именно свадебные букеты срезанный лизиантус очень долго стоит в срезке в вазе может простоять от двух до трех недель а также считается достаточно морозостойким растением некоторые говорят что даже может выдержать такие температуры как до минуса десяти градусов но по своему опыту знаю что вот был мороз не более минус 6 градусов и слегка потрепал растение которые остались у меня еще в огороде но думаю градусов минус 3 минус 5 это растение может выдерживать давайте приступим к посадке для посева устом и нам понадобится контейнер земля семена и водичка с добавлением эпина эпин можно не добавлять так как все семена гранулированные и в гранулах находятся все необходимые питательные вещества для прорастания семян хочу сказать немного о почве почва почву я взяла для питуней это сбалансированный грунт полностью готовый для выращивания также настурция календула виолеты виолы петунии в общем цветочный грунт нужно его насыпать в мисочку в плоскошечку я пронумеровала так как у меня восемь сортов посажу я их все в одну мисочку чтобы не занимать много места слегка его уплотнить хочу отметить то что в грунте содержится такие вот фракция как вермикулит перлит и нужно быть внимательным чтобы семечко и устомы не попала вот на такой на такую преграду так скажем для того чтобы нормально развиваться корни нужно уйти в землю а если семечко попадет на этот камушек на эту гранулку твердую то она не сможет нормально развиваться и мы не получим с вами растения давайте сбрызнем землю водичкой и приступим посадки нужно достаточно хорошо увлажнить но не перелить далее мы поместим наши посевы под пленочку так я пронумеровала пакетики соответственно до каждому номерку на контейнере и сейчас с помощью зубочистки буду высаживать раскладывать семена на поверь еще раз сбрызнуть водички для того чтобы гранулка растворилась и у нас хорошо прошли семена ни в коем случае нельзя заглублять гранулки если семя заглубится то она не зайдет уже далее мы одеваем пакетик или ставим крышечку сверху кому как удобно и делаем в темное светлое в темное светлое и убираем в теплое светлое место лучшим считается южный подоконник температура для прорастания семян должна быть не ниже 20 градусов и до 27 градусов по появлению всходов также не забываем проветривать и по появлению всходов убираем значит укрытие ну вот произвели посадку эустомы и то что у меня получится обязательно покажу как только появятся всходы всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал и до встречи подписывайтесь на канал и лай Продолжение следует...